Та же комната, ночь, на столе неубранная посуда. Дверь раскрыта, в дверях на полу лампа. На оттаманке, огороженной ширмами, спят дети. Они одеты, как днём. Мисс Эмми в креслах входит дама. Мисс Эмми, вставая с шёпотом, «Это вы? Дети спят? Вы легко нашли ход? Дама, эхо с силой, что оставили шляпу. Я шла, как вы сказали. Какая крутая лестница. Я задыхаюсь». Мисс Эмми, «Только тут не было слышно того ужасного крика. Я увела сюда детей. Вот сюда бы нам». Дама, «Тише, не настучать бы. Что дети?» Мисс Эмми, «Они спят крепко. Я отпустил няню. Она старая». «Я боюсь оставить детей в такую минуту одних. Я и сама бы не могла остаться одна. Это ужасно!» Закрывает лицо руками. Даму, беря ее за руку. «Не волнуйтесь, мадемуазель. Я вижу, вам необходимо отдохнуть. Не хотите ли спать? Это вам полезно. Пойдите, милая, прилягте. А я посижу тут». Мисс Эмми, «Нет, мерси. Я не могу спать. Этот крик стоит у меня с тоном в ушах. Простите». Опускается на диван. Дама, «Это все нервы, дорогая. Вам нужно рассеяться. Знаете что, я еще не видел детей». Они говорят, «Премилые». «Я так люблю детей. Можно будет на них взглянуть?» «Не сейчас, не сейчас. Мы еще успеем. Вы не беспокойтесь». После некоторого оболчания. «Знаете, видите ли, я должна буду съездить домой, к себе. Меня брат вызвал сюда так неожиданно. Я ехал, ничего хорошенько не знаю. Впрочем, вечером я вернусь. И тогда посмотрим, что делать дальше. А пока, может быть, могу вам что-нибудь посоветовать. Вам что-нибудь нужнее? Вы только не церемонтесь. Мисс Эмми, «О, и вам чрезвычайно благодарных дам». «Ах, пожалуйста, что вы?» «Простите, милая. Я даже не успела спросить еще, как вас зовут». «Мисс Эмми, Эмми, меня зовут Эмми. Эмми, зовите меня просто Эмми». Даму, обнимая ее. «Ну вот, очень рада. Вы только не волнуйтесь. Мы будем Эмми друзьями. Не правда ли? Вы славная девушка». Мисс Эмми взволнована. «У меня еще есть мать. Я молода, я растерялась. Простите, я никого тут не знаю. Я совсем одна. Скажите, что мне делать?» Дама целует. «Поверьте мне, я вас понимаю, милая. Ну кому тут легко?» «Но в жизни и не то еще бывает. Видите ли, я хотела вам сказать, вы ведь знаете, кто я?» Мисс Эмми кивает головой. «Даму. Это ведь ни для кого не тайна, какую роль играл во всем мой родной братец Пауль. О, я его не защищаю нисколько. Мне нет до него никакого дела. Но теперь главное, я всегда сторонилась этого дома. Мне как-то было, знаете, неловко. Я знаю всех тут только понаслышке. Но не в этом дело. Главное теперь дети. Дети. Не правда ли?» Мисс Эмми. «Да, да, дети. Я сама так думала». «Да, мам. У них невыразимо жарит. Если бы вы знали, мадемуазель. Я все готова для них сделать. У меня такое чувство. Точнее, я пред ними страшно виновата. Я их никогда не видела. Но мы все, все виноваты пред ними. Молчание. Даму. Сколько я знаю, мадемуазель, у них тут никого нет. Наша прямая обязанность о них позаботиться. Что мы можем сделать? Вы об этом подумали, мисс Эмми? «Я? Я думала, я их увела отсюда. Знаете, их, мадам, так бережет от всего. Они такие нервные, чуткие. Я боялась за них, я от них все скрыла. Даму. И прекрасно сделали. Детям бредны сильные впечатления. Но теперь я так люблю детей. Я бы могла, пожалуй, их взять к себе на время. Что вы скажете на это, мисс Эмми? «Да это будет прекрасно. Возьмите, мадам, их у меня. То есть, ведь и мне можно будет остаться при них. У вас?» Даму. «Да, конечно же. Это действительно мысль. Перемена обстановки. Это так хорошо в таких случаях. А впрочем, но с другой стороны, я не подумала, мисс Эмми. «Да? Что? Вы не можете, дама? Да, видите ли, у меня свои дети. Я ведь мать. Я не смею забывать своих обязанностей. Я ничего, конечно, против этих детей не имею. Они прекрасные дети, я верю. Но вы, мадемуазель, конечно, поймете меня. Они мои мечета. Мои из другой семьи. У них другие впечатления, другое воспитание. Да, наконец, имеет ли эта комбинация какой-нибудь смысл? В конце концов, ведь дети опять вернутся сюда же. Все будет по-прежнему. То есть, не по-прежнему, но ведь того, что было, не изменишь. Или вы другого мнения? Местами растеряны. Я? Нет, я только думала, то ли сегодня утром вдруг расшалился, был такой веселый. Это с ним редко бывает. А теперь бедные дети. Дама. Ну, что же делать, мадемуазель? Тут уж не до слез. мы должны мы должны будем им сказать про ужасную действительность. Мисс Эми. Да? Что сказать? Дама. Простите, Эми. Мне трудно это выговорить. Даже и вам. Вы еще не знаете. Мисс Эми волнуетесь. Что? Говорите скорее. Да, да, тот крик смолк. Отчего смолк? Дама. Не волнуйтесь, дорогая. Нужно быть на все готовым. Мисс Эми. Так это правда? Боже мой, я догадываюсь. Не-не-неужели? Дама. Тише, тише. Нельзя быть такой нервной. Ведь это нужно было ожидать. Тут уж никакой доктор мисс Эми рыдает. Это ужасно. Простите, я не могу, не могу. Неужели? Я не думала, я все надеялась. Дама. Господи. Не так громко. Что я буду делать? Вы разбудите детей. Закройте лицо, а то дети услышат. Ужасно впечатлительные. Хотите воды? Я дам вам капель. У меня есть. Дама идет к столу и наливает воды и капель. Мисс Эми. О, если бы это был сон. Вчера, вчера все было как следует. То есть, не как следует. Я не успела, я хотела ей сказать. Она виновата, но это ужасно. Вчера она еще смеялась, а теперь... Дама. Вот. Возьмите капли. Они вас успокоят. Только ради бога тише. Мисс Эми. О, она ведь ужасно мучилась, мадам. Как вы думаете, этот крик... Мисс Эми пьет капли. В это время шевелятся дети. Дама застывает в позе, как была, схватив мисс Эми за руку. Мисс Эми не двигается, закусив платок. Дети понемногу стихают. Дама, переводя дух. слава богу. Я уж думала, что они проснутся. Вы должны быть осторожнее. Мы можем их испугать. Мисс Эми. Да, да, простите, я не буду. Вы только скажите, ну, ну, а он, он что, дама? Он, говорят, сам рыдал, как ребенок. Но вы не волнуйтесь, мы опять разбудим детей. Мисс Эми плачет. О, он любил ее, мадам, он любил. Он ведь любил? Как вы думаете, такие люди ведь любят? Я теперь боюсь и за него, и, 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 он тоже может. Дама, я не знала, что вы так нервны. Вы пейте еще воды. За него не бойтесь. От него не отходят мой муж и доктор. А завтра его увезут. Возьмите стакан. Мисс Эми пьет. Молчание. Мисс Эми тихо вслыбывает. О, это все ужасно, мадам. Кто мог это знать? Я плачу, простите, вы так исходительны, мне самой стыдно. Но это пройдет, пройдет, сейчас пройдет. Дама, вам нужно меньше думать об этом. Думайте лучше о детях, это вас успокоит. Мисс Эми. Да, дети, вы правы, я забыла о них, это так ужасно, нельзя говорить про это, они ничего не должны знать, не правда ли, мы им ничего не скажем. Да, 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 мы им, конечно, всего не скажем. Разве это возможно? Я как раз об этом думала. Все им сказать немыслимо, об этом не может быть и речи, но как вы думаете, она их любила, мы должны будем пустить их проститься с ней, мы не имеем права им препятствовать, это будет жестоко с нашей стороны, кто бы она ни была, это не наше дело, рано или поздно они все равно все узнают, мисс Эми. Да, конечно, но мы будем молчать, не правда ли мы будем молчать, даму, то есть как молчать, я совсем не понимаю, я думаю, мы должны будем что-нибудь придумать, как-нибудь все-таки им все объяснить, это тяжело, но это наша обязанность, больше некому, мисс Эми. Так вы хотите им все-таки все сказать, дама? Не все, милая, но как в таких случаях обыкновенно делается, мы что-нибудь придумаем, сочинием, мы скажем и с Эми горячо, нет, нет, это невозможно, вы их не знаете, как мы будем говорить им про их маму и папу, если бы вы знали, они никогда со мной не говорили про Монсиневы и Мадам, это их святыня, это их тайна, мы не смеем ее трогать, мы слишком грубые, они все равно нам не поверят, нет, не говорите им ничего, дама, дети всегда дети, нужно только уметь с ними обращаться, вам, конечно, их лучше знать, они вас знают, любят, вы должны будете вместе с ними, я? нет, я не могу, как хотите, я не могу, они меня вовсе не любят, мне самой это всегда было тяжело, у них на душе есть тайна, я не смела к ней поступить, я не могла в нее проникнуть, что же делать, я сама не знаю, мне не дан был ключ, боже мой, ну сказать я им никак не могу, никак, дама, это все ничего не доказывает, этот ключ всегда у матери, он был у нее, мисс Эми рыдая, и теперь он утерян, утерян навсегда и для всех, дама, дети проснутся, не так громко, утро, говорят, вечером мудренее, вы завтра успокойтесь, сами поймете, а теперь встает, знаете, что, дети все шевелятся, это, конечно, предрассудки, но это всегда тяжело, когда детей никто не благословляет на ночь, я их не могу так оставить, это такая ночь для них, не бойтесь, я их не разбужу, я тихонечко, я благословлю их, это все-таки лучше, посветите мне, мисс Эми светит лампой, они тихо подходят к детям, те спят и не шевелятся, дамам совсем шепот, вот они, они, премилые, они спят как два цветка, дети всегда так спят, мальчик кажется в мать, мисс Эми, да, у него большие голубые глаза, он так иногда смотрит, и если бы вы знали, дамы, они видят теперь, может быть, ангелов, это сказки, нам в такие минуты хочется верить именно сказкам, бедные, они не знают, что только чужие могут теперь плакать над ними, мисс Эми, да, и я тут чужая, я не смею им говорить про их папу и маму, они думают, что я сердитая, противная говернантка, я плачу, я плачу, и не могу, у меня дорожат руки, дамы, тише, у детей чуткий сон, поставьте девушу лампу на стул, вы ее уроните, я и так вижу, свет падал им прямо в глаза, это нехорошо, девочке жарко, она спит неспокойно, поправляет ей локоны, она бредит, тата поворачивается и проводит рукой по лбу не открывая глаз, тихо, мама, и я, мисс Эми схлипывает, опускается на кресло, ой, я не могу, Толя тоже шевелится, потом дети стихают, дама поспешно крестит их и целует, но вдруг отшатывается и стоит некоторое время неподвижно, закрыв шалью лампу, мисс Эми не шевелится, дети ворочаются и потом стихают, дам, отходя от детей, мальчик раскрыл глаза, я думала, что он проснулся, но он, кажется, не видел, бедные дети, мне тяжело, мы их не должны теперь тревожить, я теперь сама плачу, мисс Эми, ой, не говорите, не говорите, ничего не говорите, пусть они спят, я не могу, простите, я рыдаю, зачем им говорить, дамы, идемте, мы разбудим детей, мы будем там плакать, плакать до утра, боже мой, но завтра, мисс Эми, если они узнают, они никогда не будут смеяться, это ужасно, когда дети не смеются, детям нельзя говорить, вы сами видите, я вас умоляю, не говорите, дамы, дамы, идите вперед, я держу лампу, иначе мы сейчас разбудим людей, дамы и мисс Эми уходят, молчание, тата шевелится, а потом кричит, кто тут был, кто тут, Толя, Толя, ты спишь, я не могу, я видела страшный сон, мне страшно, занавес, перерыв, второй.